Приветствую, друзья! Мы с вами сегодня разбираем ОГО-математику. И мы разбираем восьмое задание из банка ФИПИ. Все, что там может быть представлено. Это работа со степенями, работа с формулами сокращенного умножения и, соответственно, работа с арифметическими квадратными корнями. Сейчас мы с вами подберем задание. Нам нужны алгебраические выражения и именно краткий ответ. Потому что тестовая часть – это у нас с вами все задания с кратким ответом. Ну и вот, смотрите. Первое задание, которое нам вышло – это найти значение выражения. Обязательно, даже если вы сейчас еще не распечатали справочные материалы, у вас есть возможность еще распечатать справочные материалы до экзамена и познакомиться, то есть посмотреть, как они выглядят так, чтобы на экзамене не возникло такое ощущение, что вы это видите в первый раз и не знаете, где какая формула находится. На справочных материалах, посмотрите, есть и свойства арифметического квадратного корня, у нас есть свойства степени, и вот с левой стороны, посмотрите, внизу формулы сокращенного умножения. Здесь отсутствуют формулы с кубами – это сумма кубов, разность кубов, кубы суммы, кубы разности, но, в принципе, вот этого вполне достаточно будет, чтобы выполнить восьмое задание. То есть для выполнения восьмого задания необходимо будет обращаться в эту сторону и в справочном материале необходимо будет познакомиться со свойствами, где они находятся, в каком месте. Я не буду листать туда-сюда задание и справочный материал, я просто вам буду писать те формулы, которые будут необходимы для выполнения каждого задания. Но справочный материал распечатайте, ссылку на него я оставлю, а мы давайте с вами приступим непосредственно к выполнению заданий. Начнем с вот этого первого задания. Итак, что мы имеем? Нам необходимо найти значение выражения, если а в восьмой степени умножается на а в семнадцатой степени и делится на а в двадцатой степени, если а равняется 2. Но в данном случае вообще разницы нет, сразу мы двойку с вами подставим или не сразу, но чтобы отработать для тех, кто не очень уверен в выполнении этих заданий, лучше возьмите себе за правило. Сначала вы упрощаете выражение, а потом только подставляете, потому что ну двойку в восьмую степень, в семнадцатую и так далее возводить не очень комфортно, если вы не очень работаете со степенями. Итак, что мы с вами делаем? Мы видим, что у нас произведение двух степеней с одинаковым основанием. Когда мы умножаем с одинаковым основанием, мы показатели просто складываем. То есть здесь можно выполнить по действиям. Понятно, что для тех ребят, которые быстро выполняют это задание, вы можете пролеснуть и не делать. Я все-таки ориентируюсь на тех, у кого возникают трудности в выполнении этого задания. Поэтому будем делать подробно. Итак, смотрите, а в восьмой степени умножается на а в семнадцатой степени. Если мы обратимся в справочный материал, у нас есть такая формула. А в н-ной степени умножить на а в м-ной степени необходимо показатели степени просто сложить. Мы с вами сделаем то же самое. У нас восьмерка будет складываться с семнадцатью. То есть получается а 8 плюс 17. Ну и остается сложить. Мы получаем 8 плюс 17, 25. То есть а будет в двадцать пятой степени. Мы выполнили вот это действие. Теперь все, что здесь у нас получилось, это а в двадцать пятой степени, необходимо разделить на а в двадцатой степени. Когда у нас идет уже деление, то мы показатели вычитаем. То есть из того числа, из степени того числа, показателя, которое у нас стоит первым, мы вычитаем степень того числа, на которое делим. То есть 25 минус 20. И мы получаем а. 25 минус 20 – это 5. Мы получили а в пятой степени. Ну и теперь необходимо посчитать, если а равняется 2. Подставляем теперь вместо а двойку и считаем. Ну и тут лиск либо вас спасает то, что вы знаете степени двойки, либо просто считаем, что такое степень. Степень нам показывает, сколько само число умножается само на себя. То есть двойка умножается само на себя, получается 5 раз. Давайте так и распишем. 2 умножить на 2, умножить на 2. И так будет 5 раз. 2 на 2 – 4. 2 на 2 – 4. 4 на 4 – 16. И 16 умножаем на 2 – будет 32. То есть в ответе у нас получается 32. Что вы можете сделать, когда вы будете работать с сайтом ФИПИ? Вы можете проверить свой ответ. У нас получилось 32. Сейчас мы с вами вобьем и проверим. Значит, здесь у нас будет 32. И нажимаем ответить. И статус задания у нас здесь появляется с вами. Верно. То есть вы можете открыть сайт ФИПИ, тренироваться перед экзаменом и проверять. Но тут можно так проверять только тестовую часть. Развернутую часть вы так не проверите. Переходим к следующему заданию. Найти значение выражения. Все, что касаемо нахождения значения выражения, мы с вами выполняем. Итак, что мы видим в этом задании? Мы видим скобки. В скобках два слагаемых. Скобка берется в квадрат. И минус 6 корней из 11. Квадрат и внутри скобка. Справочный материал. Смотрим. Вот у нас с вами квадрат и скобка. Сумма. Что надо сделать? Смотрите. Первое число А, второе число Б. Значит, нам надо первое число возвести в квадрат, второе число возвести в квадрат и двойку умножить на произведение этих двух слагаемых. Давайте так и сделаем. Корень квадратный из 11 плюс 3 в квадрате. Пока и выполним с вами только вот это действие. Все по формуле. Давайте я вам выпишу эту формулу. Первое число мы возводим в квадрат, потом мы двойку умножаем на произведение этих чисел и второе число возводим в квадрат. Везде у нас сумма. Ну, потому что в скобке стоит сумма. Итак, расписываем аккуратно, чтобы не допустить ошибок. На экзамене времени достаточно, чтобы сесть и спокойно выполнить все задание и не потерять баллы. Итак, у нас получается корень из 11 в квадрате плюс двойка умножается на корень из 11 и умножается на тройку. И плюс второе число, второе число у нас тройка, возводится в квадрат. Равно. Что нужно дальше помнить? Нужно помнить, что если у нас под корнем находится какое-то число, и этот корень квадратный мы берем во вторую степень, то мы получаем только подкоренное выражение. Но это, правда, при условии, что оно у нас положительное. Но у нас 11 положительное число. Поэтому мы что делаем? Квадрат, квадратный корень просто поглощает. И остается 11. Плюс от перемены мест множителей произведения не меняется. Двойку умножаем на тройку, это 6. И 6 умножаем на корень из 11. И плюс, ну и 3 в квадрате, это 9. То есть мы с вами посчитали первое выражение. То, что стоит в квадрате, в данном случае это у нас с вами уменьшаемое получается. Это как бы первое действие. А вторым действием, смотрите, нам надо еще отнять корень из 11, умноженное на 6. То есть вот оно, наше первое выражение. И мы отнимаем. Так, здесь у нас было 11. И мы отнимаем, получается, 6 корень из 11. Посмотрите, вот это слагаемое и это слагаемое, они одинаковые, но с противоположным знаком. Первое слагаемое с плюсом, второе с минусом. Они у нас взаимно уничтожаются. И остается просто 11 плюс 9. И это будет 20. То есть в данном задании мы получили 20. Давайте проверим. Вбиваем ответ 20. Нажимаем ответить. И получается статус задания верно. Идем делать следующее задание на этой странице. Следующее задание необходимо найти значение выражения. Оно немного похоже на первое, которое мы выполняли. Просто немного другая запись. Итак, у нас выражение А в девятой степени умножается на А в двенадцатой степени. Дробная черта А в восемнадцатой степени. Смотрим сначала на числитель. В числитель у нас идет произведение. А когда у нас произведение степеней с одинаковым основанием, напоминаю, мы показатели складываем. Знаменатель пока просто переписываем. А в степени 9 плюс 12 – это будет 21 на А в восемнадцатой. Что такое дробная черта? Здесь нужно помнить, что дробная черта, можно ее заменить знаком деления. То есть получается А в двадцать первой разделить на А в восемнадцатой. А когда мы делим с одинаковым основанием степени, то мы показатели вычитаем. И у нас получается 21 минус 18, то есть А в третьей степени. Ну и теперь мы вместо А подставляем четверку. Четыре в третьей степени. А это 4 умножить на 4 и умножить на 4. Напомню, степень нам показывает то, сколько раз основание число мы умножаем само на себя. Ну, 4 на 4 у нас 16. И 16 умножить на 4 – это будет 10 на 4 – 40, 6 на 4 – 24, то есть 64. То есть в данном задании мы с вами получили 64. Давайте проверим. Все верно. Идем дальше. Следующее задание. Найти значение выражения. Тут уже ничего подставлять не надо. Здесь необходимо просто посчитать. Значит, у нас 4, корень квадратный из 3 во второй степени. И все это делится на 60. Что нужно помнить? Необходимо помнить, что между числом и корнем квадратным стоит невидимый знак умножения. И тогда мы получаем в числителе произведение степени. У нас есть свойства. Я вам напомню. А умножить на b в какой-то степени. Мы можем каждый множитель взять в эту степень. Так и поступим. Значит, нам необходимо 4 возвести в квадрат и корень квадратный из 3 тоже возвести в квадрат. Мы получаем 4 в квадрате умножить квадратный корень из 3 в квадрате. И все это делится на 60. Но здесь, например, 4 в квадрате я бы не возводила, а просто записала бы 4 умножить на 4. Корень квадратный в квадрате у нас квадрат поглощает квадратный корень. Тройка под корнем положительная. Поэтому записываем 3 и разделить на 60. Почему 4 на 4 я бы не умножала? Ну, потому что мы можем с вами вполне-таки комфортно сократить. 4 и 16, 4 точнее 60, сокращается. Это получается 15. 15 и 3 тоже можно сократить. Это будет 5. То есть мы получили 4 пятых. Но в бланк ответа мы же не можем написать 4 пятых. Как мы поступаем? Ну, либо мы четверку делим на пятерку в столбик. Это будет 0 целых. Домножаем на 8. Получается в остатке 0. То есть 0,8. Либо, второй способ, мы видим, что пятерка может превратиться в десятку. Каким образом? Ну, домножив на 2. Но мы сохраняем обязательно равновесие. Не можем домножать только знаменатель. У нас есть основное свойство дроби. Если числитель и знаменатель умножить на одно и то же число, то значение дроби от этого не изменится. Главное число, чтобы было не нулевым. И получаем тогда 0,8. Если у нас в знаменателе с вами какое-то число, которое можно превратить в десятку, в сотню и так далее, не обязательно делить столбик. Достаточно просто найти, на какое число домножить. Но не забудьте, что мы домножаем еще и числитель. Ну, а 0,8 тут уже как говорится, так и пишется. 0,8 значит получается 0,8. Это наш с вами ответ в данном задании. Давайте проверим. 0,8. Все верно. Идем делать следующее задание. Следующее задание у нас уже будет степень в степени. Обратите внимание, вот здесь вот в числителе у нас получается А в седьмой степени, а затем все это еще берется во вторую степень. Идем в справочный материал и смотрим. Вот у нас формула, которая подходит для данной ситуации. То есть степень в степени. Когда у нас степень возводится в какую-то степень, мы просто показатели перемножаем. Возвращаемся и начинаем делать это задание. Итак, смотрите. А в седьмой во второй. Значит, нам необходимо 7 умножить на 2. Ну, а знаменатель мы пока не трогаем. 7 умножить на 2 будет 14 разделить на А в двенадцатой. Мы с вами уже знаем, что дробная черта – это знак деления. А когда мы делим степени, то мы показатели вычитаем. То есть мы получаем 14 минус 2 в степени. Ну, а 14 минус 2 – это двойка. То есть мы получаем А в квадрате. Подставляем вместо А пятерку. 5 в квадрате. Это получается 5 умножить на 5. Степень показывает, сколько раз пятерка умножается сама на себя. И это будет 25. То есть в данном задании мы получили 25. Давайте проверим. Все верно. Идемте дальше. Итак, дальше у нас довольно-таки комфортное задание. Смотрите, корень квадратный умножается на корень квадратный и делится на корень квадратный. Справочный материал. Смотрите, произведение корней мы можем записать вместе, то есть под одним корнем. А когда мы делим разные корни, смотрите, у нас в числителе квадратный корень, в знаменателе квадратный корень, мы тоже можем записать это под одним квадратным корнем. То есть, смотрите, все наше выражение у нас есть и умножение, и деление. Мы можем сразу записать под одним квадратным корнем. Давайте так и сделаем. Равно корень квадратный, 51 умножается на 12 и делится на 17. Мой вам совет. Никогда под корнем не делайте умножение. Наоборот, старайтесь разбивать на множители, потому что вы потеряете время. А когда вы разобьете на множители, гораздо легче все будет сокращать и находить какие-то значения с-под корня. Что можно заметить? Мы можем заметить, что 17 и 51 прекрасно сокращаются на 17. 17 делится на 17 и 1. 51 разделить на 17 будет 3. То есть, мы получили под корнем 3 умножить на 12, а в знаменателе 1. Ну, если в знаменателе единица, то, в принципе, она у нас уходит. То есть, мы получаем просто 3 умножить на 12. Но 3 умножить на 12 – это 36. Здесь, в принципе, нормально произвести умножение. Ну, а корень квадратный с 36 – это таблица умножения. Какие два одинаковых числа дают нам 36? Это будет шестерка. То есть, корень квадратный с 36 – это 6. Проверим. Все верно. И на первой странице у нас с вами последнее задание, которое относится к заданию 8. Давайте мы его выполним. Оно немножечко кажется, с одной стороны, страшное. На самом деле, нужно все внимательно посмотреть и понять, что же происходит. Обратите внимание, у нас есть число в квадрате. Это а квадрат. Третье слагаемое – это 16b в квадрате. Что такое 16? 16 – это 4 в квадрате. То есть, мы получаем 16b в квадрате. Можно записать в таком виде – 4b в квадрате. А что такое 8ab? ab – это а умножить на b. Посмотрите, вот у нас есть а. Давайте я так в скобки возьму, чтобы вы понимали, что это у нас слагаемое. И вот у нас есть b. А еще восьмерка разбивается на двойку и четверку. То есть, у нас получается, есть удвоенное произведение ашки и 4b. То есть, по сути, у нас вот здесь внутри получается формула сокращенного умножения. Вот она. a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Что у нас выходит? Вот в первой скобке – это первое слагаемое. Во второй скобке – это второе слагаемое. То есть, вот это все выражение. a квадрат плюс 8ab плюс 16b квадрат. Мы можем свернуть по формуле сокращенного умножения, которая называется квадрат суммы. Мы можем свернуть просто в сумму. У нас получается а плюс 4b в квадрате. То есть, под корнем квадратным вот здесь вот мы получили вот такую запись. а плюс 4b в квадрате. Корень квадратный и квадрат хорошо дружат. Мы получаем просто подкоренное выражение. Самим подкоренным выражением нужно быть очень осторожным, потому что если вообще по правилу рассматривать, то корень квадратный из а в квадрате – это внутренность квадратного корня по модулю. Почему так? Потому что обязательно подкоренное выражение у нас должно быть числом положительным. Но на что мы обращаем внимание? а у нас положительное, b положительное, а здесь сумма. Поэтому модуль мы можем не писать, а сразу раскрыть квадрат из-под корня. Что мы тогда получаем? Вместо а подставляем 3,3 плюс 4 умножить на 1 седьмую. Очень внимательно прописывайте знаки. Между четверкой и b стоит знак умножения. Не 4,1, а 4 умножить на 1 седьмую. Это уже совсем другое число получается. Когда мы умножаем число на дробь, мы это число умножаем на числитель, знаменатель не трогаем. То есть мы получаем 4 седьмых. То есть вот в этом слагаемом у нас получается 4 седьмых. То есть 3,3 плюс 4 седьмых. Как складываются обыкновенные дроби? Целые с целыми, дробные с дробными. У нас знаменатели одинаковые, поэтому ничего здесь дополнительно делать не надо. Мы получаем 3. Здесь в целых у нас 0 стоит. Значит, мы получаем просто 3,3 седьмых плюс 4 седьмых. Это будет 7 седьмых. Ну, а 7 седьмых – это единица. А вообще нужно помнить, что у целой части и у дробной между ними стоит тоже невидимый знак. Это сложение. И мы тогда получаем 7 седьмых – это 1. 3 плюс 1 – это будет 4. Давайте проверим. Все верно. Итак, мы с вами выполнили сегодня первую страницу сайта FIPIA. Мы захватили с вами свойства степени, формулы сокращенного умножения захватили, как работать с корнями. Ну, в следующий раз посмотрим вторую страницу, третью, что там у нас есть. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вы досмотрели данное видео до конца. Вам не сложно, мне приятно. Оставляйте комментарии. Может, какие-то надо дополнительные перед экзаменом рассмотреть задания. А я с вами на сегодня прощаюсь. Давайте готовиться к экзамену вместе. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok